Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 27.17. Члены школьного кружка натуралистов отправились на катере собирать лекарственные травы, проплыв вниз по течению реки 35 километров. Так, они плыли вниз по течению реки. Тогда, если мы обозначим их скорость, то скорость, с которой они плыли, нужно сложить со скоростью течения реки. Скорость течения реки в конце условия 3 километра в час. Значит, х плюс 3 километра в час. Они плыли с этой скоростью. Дальше они сделали трехчасовую остановку. Три часа. И отправились назад. Назад они уже плыли со скоростью х минус 3. Они плыли против течения километра в час. И на за все время они потратили 7 часов. То есть время на путешествие составило 7 часов. И нам нужно определить скорость катера в стоячей воде. То есть нам нужно определить х. Так, какое же время затрачено было на то, чтобы они проплыли по течению реки? 35 разделить на х плюс 3. Так, а какое время было затрачено на то, чтобы подняться вверх против течения? 35 на х минус 3. Так, и плюс. Так, вот мы сложим это время и добавим еще 3 часа. И получим в общей сложности 7 часов. Таким образом мы составили уравнение. И теперь его решим. Для этого мы его преобразуем. 7 мы справа перенесем налево. Ну, перепишем еще раз уравнение. Левую часть мы оставляем без изменения. 35 на х минус 3. И если мы 7 перенесем влево, то это будет минус 7. Минус 7 плюс 3 будет минус 4. И справа останется 0. Вот теперь мы все приведем к общему знаменателю. Общий знаменатель будет х плюс 3 умножить на х минус 3. Дополнительные множители. Для первой дроби х минус 3. Для второй дроби х плюс 3. И для четверки х плюс 3 умножить на х минус 3. Так, и теперь что у нас в числителе? Ну, и сразу будем раскрывать скобки. 35х минус 35 на 3 – это будет 105. 35 минус 105 плюс 35х и плюс 105. И минус 4 умножить на… Ну, скобки х плюс 3 на х минус 3 – это х квадрат минус 9. И равно 0. Сразу мы напишем, что для того, чтобы знаменатель этой дроби не обратился в 0, мы х не должно принимать значение плюс-минус 3. А теперь мы можем приравнять 0 числитель. В числителе у нас… Ну, пока не будем преобразовать. 35х, хотя мы можем сократить минус 105 и плюс 105, плюс 35х и минус 4х в квадрате и плюс 36. Равно 0. Так, и у нас получается минус 4х в квадрате плюс 70х и плюс 36. Ну, мы можем разделить все на минус 2. Получим 2х в квадрате минус 35х и минус 18 равно 0. И теперь нам осталось решить это квадратное уравнение. Х первое, второе будет равно… Минус b – это 35 плюс-минус корень квадратный из 35 в квадрате. 35 в квадрате – это 1225 и минус 4а – это 2, а это минус 18, знак нужно поменять на плюс и разделить все на 2а. а это 2, значит, разделить на 4. Это будет равно 35 плюс-минус корень квадратный из… Так, 1225 плюс 8 умножить на 18 – это 144. Давайте напишем плюс 144. Так, и разделить на 4. И это будет равно 35 плюс-минус корень квадратный из… 1369 разделить на 4. И это будет равно 35 плюс-минус, свечем корень, 37 и разделить на 4. Тогда х первое будет равно… 35 плюс 37 – это будет 72 разделить на 4. 4 – это будет 18. И х второе будет 35 минус 37. Это будет минус 2 разделить на 4 минус 0,5. Ну, минус 2 четвертых, 1 вторая или 0,5. В любом случае, отрицательный корень нам не подходит, потому что как х мы обозначили скорость движения катера в стоячей воде. Скорость не может быть отрицательной, поэтому у нас остается только один корень, и мы можем записать ответ. Скорость катера в стоячей воде составила 18 км в час. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Спасибо. Спасибо.